Всем привет, дорогие друзья! С вами Некрос, и мы снова играем в To The Moon. И сегодня нам нужно выяснить, куда же пошел Джон. Нам нужно его найти. Итак, тут толпа неизвестных людей, как обычно. Он вышел через эту дверь. Вот он. Ладно, пошли искать Мемента. Ну, пойдемте искать. Так. А, это две двери. Мы там уже были, да? Я так понимаю. Да, сюда нам не нужно. Но он опять там, кстати. То есть, Джон находится везде, где мы ходим. И это разные временные промежутки. Так, а почему эти люди... В смысле? Мы ищем Мемента, что ли? Ты же знаешь, что этими распихиваниями людей ты ничего не делаешь, так? Так, нам нужно найти, где же находится Мемента. Где же он? Все эти люди исчезают. И снова Джон, смотрите-ка. Дальше поехали. А, сюда уже нельзя, да? А вон еще кто-то остался. Как мы его пропустили. И еще, смотрите. Мемента нигде нет. Ну вот, теперь здесь пусто и тоскливо. Довольно, надеюсь. Слушайте, ну... Не понял. Что со светом? Эй, Джо, хватит фигны страдать. Оставь его в покое. А что не так-то? Как-то все стало мрачно очень. Очень мрачно. Вообще мрачно. Ну, ничего тут нет. Паршиво, конечно, но, видимо, придется опять у него что-то выпрашивать. Приступай. Ладно, хоть в этот раз обойдется без оливок. Ну, вот и она, это Ривер. Ривер? Ты была здесь все это время? Я ждал тебя в холле. Думал, ты не придешь. Вот это поворот. Почему ты вышел? Разве мы не хотели вместе посмотреть кино? А? Это я у тебя должен спросить. В смысле? Мы смотрели кино вместе, а потом ты ушел. Мы не смотрели его вместе. Я даже не знал, что ты была там. Если ты меня видела, почему не подошла ко мне? А зачем это было нужно? Мы смотрели один и тот же фильм в одном зале. Ха-ха. Что не так? Ты такая странная. Ну, вообще, да. И это грустно. Ты больше не хочешь смотреть фильм вместе? Конечно, хочу. Пойдем, досмотрим конец. Он еще не знает, почему она такая странная. Кажется, этот момент... Это момент для глубокомысленного замечания. А мне так не кажется. Хотя бы надеюсь, что там мы найдем недостающие. Связи. Да? Связи воспоминаний. Так. Все, кажется. Теперь нужно найти... Сам Мемента. Но мы его так и не нашли. Опять? Опять утконос? Да ладно. Он очень часто появляется в истории. Так, собираем. Пять ходов. Ну... Тут я даже не знаю. Нет, знаю. Все очень-очень просто. Всегда начинаем с диагонали. Это всегда... работает. Работает. Знаешь, этот утконос меня угнетает. Не то чтобы слишком, но все же. Ахм... Привет. Привет. Ты меня слышишь? Да. А что тогда не... Не, ничего. А клевый у тебя утконос. Что читаешь? Книгу? Про утконосов? Нет. О, я... Думаю, это классно. Эй, ты хочешь... Маяки? Чё? На всю страну осталось всего 16 маяков с линзами Френелия второго порядка. Девять из них береговые, а один переделан из старого маяка с керосиновой лампой. О, так ты об этом читаешь? Скажи, не хочешь как-нибудь сходить со мной в кино? Не знаю. Ничего, я дам тебе время подумать. Я не могу. Почему? Ты не назвал ни день, ни время. А, ну скажем, в субботу 8. Ева, кажется, система зависла... Да. О, здорово. Проехали. Так, обсудим детали попозже. Эм, я только... Что? Ты-то чё на меня уставилась? Думаешь, я сейчас начну рассусоливать, как адски тупо это было? Забудь, не буду идти у тебя на поводу. Не ругай его так, он ещё просто ребёнок. Относись к людям по-человечески. Это ты к чему сейчас? Заткнись и пошли. Меня зовут не заткнись, если что. Как обычно, в общем. Ну что, ищем звенья тогда? Так, ну и начнём с утконоса. Так, а я не понял, а бегать-то на какую кнопку-то? Оно как-то само включается. Вот, сколько ни играю, я не могу понять. Плюшевый утконос. Ну, полагаю, если взглянуть на него под правильным углом... Нет, не то, проехали. Так. А, начитает. Так, тут они рисуют, я смотрю, да? О, господи, поверить не могу, что ты привел меня на этот долбанный урок. Да ладно, прикольно же. Только если рисовать умеешь. Научишься, если будешь практиковаться. По-любому, после этого урока никогда больше кисть в руки не возьму. Так, тут что есть? Нет, ничего нет. Кто-нибудь? Вообще никто? Это урок, а не на уроке. Хорошо. Ривер, почему бы тебе не ответить? Я уверен, что ты знаешь ответ. Мы ждем, Ривер. Хорошо, похоже, нам придется... Он отправился в плавание 3 августа 1492 года из испанского города Палас де ла Фронтера, который был основан в 1322-м и пожалован Альвару Пересу де Гусману, которому было всего 14 лет на момент... Хорошо, хорошо, я всего лишь спросил дату. Но, видите, это же было не трудно. Она довольно умная, но она много читает. Господи боже, у всех людей с таким диагнозом фотографическая память? Не совсем. Скорее всего, у них сильно развита способность к зазубриванию. Да, Ривер и правда необычная. Все свободны. Вам, болванам, лучше быть... Лучше в следующий раз. Спортзал. Как-нибудь он нам может понадобиться. Поверить не могу, у него извилины такие же прямые, как и здешняя разметка. Ладно, ты выиграл. А, они соревновались. Зашибись! Окей. Рояль. Однако, однако, рояль навевает воспоминания рояль-то. Мечи. Это все? Нет. Еще одного звена не хватает. А вот здесь мы не были. Это столовая. И рюкзак. Смотрите, знакомый рюкзак. Да, она уникальная. Уникально скучная. В смысле, ты только посмотри на нее. Утконос. Сидит одна целыми днями с этой жуткой косорылой уткой. Это не косорылая утка. Это утконос. Че за утконос? Хорош чушь нести. Короче, она какая-то не отсюда, понимаешь? Как будто она с другой планеты или что-то типа того. Я знаю, это ли не круто. Но если ты прешься по пришельцам и всему такому, то да. Понимаешь, Ник? Я просто... Я просто не хочу быть очередным обычным парнем в море обычных людей. Но каким боком общение с ней изменит тебя? В смысле, ты останешься тем же парнем, просто зависающим с робкой девочкой? Она не просто робкая, Ник. В ней есть что-то странное. Странное не всегда значит хорошее. Сичешь? Ты хоть знаешь, хочет ли она быть особенной? Может, она хочет просто быть как все? Раз так, тянуть ее в другом направлении не имеет смысла, так? Слышь, Ник, суть-то в том, что я знаю, что мне нужно. А она может мне это дать. И все-таки, я думаю, ты не прав. Люди не настолько похожи, в каждом есть что-то уникальное. Говоришь, как моя бабушка. Стоп. Так вот он, о чем говорил ей на утесе. Думаю, да. Потом она свихнулась и стала клепать этих жутких кроликов, так? Потому что он признался в этом, черт знает, сколько лет спустя. Думаю, у него хорошо получается сдерживать недовольство. Все не так. Мы что-то упускаем. Ну так неси шляпу, Шерлок. Давай, что-то точно уходит у нас из-под носа. Рюкзак. Ага, мемента. И что же? Завидую им. Этот парень будет помогать ему переносить рояль, когда они уже посидеют. Хотел бы я так же общаться со своими друзьями детства. Плюшевый утконос. Мне прям нравится, каждый раз, когда мы его видим, гарантированно получаем халявное звено. Интересно, да. Должно быть, он отпечатывался в этом мозгу не меньше, чем в моем. Забавное замечание. Прямо как разбивание четвертой стены в некотором роде. Может, лучше я не надо, я сам. Он сейчас испортит что-нибудь. Это же Нил. Ой, ради бога. Хадокин, да? Нафига так делать, Ева? Никогда не обрывай людей во время... КАМИ-ХАМИ-ХА! О-о-о-о! Хорошая отсылка, да. Что? Не ожидал такую отсылку видеть, серьезно. Ну что, по традиции... Нет, смотрите-ка. Или да? Так-так-так-так-так-так-так... Так. Так. И вот так. Рюкзак. Ну, поехали. Поехали дальше. Точнее, наоборот. Назад поехали. Я в школу, мам. Хорошего дня, Джоуи. Мой малыш, как ты быстро растешь. Но что важного может быть здесь? Вот тут я не пойму. Так, звенья. Мемента. Мемента в растении. Так. А тут что, мы можем взять что-то? Звено. А еще что-то, нет? Опять оливки. Да ладно. Ой, блин, только не это. Банка маринованных огурцов. Вот так, внезапно. Это же просто вынос мозга. Какой ты впечатлительный. Книжки. Разные книги с нечеткими названиями. Конечно, звено. И внезапно звеньев больше нет. Часы тикают. Я привык, что они уже не тикают. Но мы-то сейчас в доме Джона находимся. А, нет. Ну-ка, часы. Ну, если честно, тиканье часов и правда раздражает. Вот я вот тоже вспомнил. Ну, не знаю. Кому как. Так, собираем растения. У меня тоже растения рядом. Мячик. Стоп, это футбольный мячик, а не растения. Вот это да. Тут шесть ходов. Ну. Не знаю, не знаю. А, вот. Вот так. 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 И вот так. Шесть ходов. А зачем система считает ходы наши? Интересно. Так, мячик, поехали. Где мы сейчас окажемся, интересно. Не понял. Это что за пустота такая? Опять воняет дохлой белкой. Где мы? Ева? Что это за фигня? Тут ничего нет. Что-то не так с этим воспоминанием. Это как похоже на кошмарный сон. Его следующее воспоминание. Ага, но почему оно над нами как лапута висит? Я не знаю, воспоминания не собираются в целостную картину. Должно быть неполадки в видеодрайвере. Опять я думал, с последним патчем он проработает без сбоев хотя бы полгода. Ну и идиоты в тех отделе сидят. Поверить не могу. Слушай, не огорчайся, мы ведь уже сохранили его юность. Еще есть возможность все сделать. Ладно, но ему я об этом говорить не буду. Пока все получается, ему и не нужно знать. Все, кажется, приехали. Мы здесь ничего не можем сделать. Готов к финализации. Дамы, вперед. Зачем я так сказал? Я же сам хотел первый пойти. В смысле, все, что ли? Выходим? Акт второй. Миллиарды маяков, стоящих на другом конце неба. Да, смотрите-ка, мы все, мы в реальном мире сейчас. Не стоит их беспокоить. Разбудить вряд ли получится, но концентрации лучше не мешать. И это все, что я, старый дурак, знаю. Хм, извините, но больше ничем не могу помочь. Значит, будем работать с тем, что есть. Угу. Все, что остается делать, это передать запрошенное вами желание отправиться на Луну в ваши ранние воспоминания. Потом мы нажмем на кнопочку и вуаля, вы тут же оказываетесь на Луне. Я хочу спросить. Если вы заставили Лилии исчезнуть, значит вы можете изменять этот мир. Тогда не проще ли сделать это еще раз и исполнить мое желание здесь и сейчас? Это бы сработало, если бы мы сейчас находились в ваших настоящих воспоминаниях. То есть, где тогда мы находимся и кто я такой? Это лишь копия, холст, на которой мы работаем, если позволите. Что касается вас, вы просто алгоритм, отображающий Джонни. Достаточно сложный, чтобы сделать похожим, но далеко не полный. Все, что мы можем сделать, это заполнить данный холст логически непротиворечимым содержанием. А далее, после того, как мы перенесем ваше желание в ваше детство, машина создаст вашу новую жизнь такую, где ваше желание направит ваши поступки. Полученный результат будет записан на настоящего Джона. Я про то, что мы можем перезагружать все снова и снова. И все равно. Достаточно. А, не будь такой впечатлительный. Он не настоящий, сама знаешь. Если ты в это действительно веришь, зачем тогда вообще пытаешься объяснить? Я просто хочу, чтобы дело пошло быстрее. Пошли. Я уже сам не понимаю. Если это копия... Разве это не Джон обращается к ним? Доктор, так значит, вот кто я на самом деле такой. Разве это не он? Настоящий. Странно. А, вся работа за ночь. Это основные предметы. Собранные мемента в каждом... На каждом участке из его воспоминаний. В каждом промежутке времени. А мы можем выбрать, что ли? А вот здесь что-то не то. Не понял. Какого? Ты хоть предупреждай. Ну а что я могу сказать? Мне нравится быть головой. Скажи я, что... Эта игра с лоев ты бы точно подтвердил. Давай разберемся тут по-быстрому. Я в этом виде себя чувствую так же глупо, как глуп сам вид. Все, что нужно сделать, это транслировать его желание от поздней памяти к ранней. Ау. Ну, допустим, и чего? Соедините два совпадающих мемента в углах квадратов, чтобы перенести зарегистрированное желание. Не понял. А, понял. Понял. Голова... Пазл. Пазл, ребята, пазл. Хорошо, пазл так пазл. А тут я что-то не вижу. Это книга? Это не книга явно. Утконос. А если я соединю разных кроликов? Нет, это не работает. Кролики все-таки разные, да? Чего-то я не понимаю. Ну, допустим, ладно, давайте здесь поработаем. Здесь книги одинаковые. Так. Книги здесь одинаковые. Эй, Ева, зацени. Нам-ням-ням-ням-ням-ням. Не поясничай. Да, ох уж этот Нил. Не складываются. Внезапно. А почему? Утконос, рюкзак. Мячик. Надо как-то открыть. У нас тут кое-кого не хватает. Невелика потеря. Мы без него справимся. Знаю, но есть чувство незавершенности. Ты слишком привязываешься. Это повлияет на твою способность выполнять работу. Чушь собачья. Не грузи меня своими бабским психоанализом. Так, а я что-то вообще не пойму. Вот я не пойму. Вот. Не пойму и не пойму. Вот конос опять. Ну давайте вот так. Ну, вот так. Какая разница-то будет? Ну. Или я невнимательно играл, что не могу понять. Вот почему так получается. Никакой связи предметной нет. Ну, сами посмотрите. Она, конечно, может появиться. Но что-то у меня такое ощущение, что я вообще неправильно все делаю. А может быть, линии должны идти строго вот так? Смотрите. Кролик должен заработать. Заработал. То есть линии... Что-то не то. Утконос. Здесь утконоса нет. И это опять не работает. Но утконос есть, зато вот здесь. И компас тут есть. Видите? Или это... Нет, эти часы. Но... Вопрос. А как так получается, что рюкзак здесь? И здесь рюкзак, и в итоге у нас ничего не работает. Может, все-таки как-то по-другому это делается? Поверху не получится, да, пройти? Да, значит, вещи по-другому не соединяются. Ага. Книга. Странно. Я не вижу ничего сложного. А, смотрите-ка, связь-то... А, мы передавать можем, да? И в чем прикол? Или надо полностью, полностью включить все? А предметы мы менять не можем. Или можем? Вот это, кстати, непонятно. Что-то вообще не то. А если я... Вот так вот сделаю. Ну-ка. Ага. Все-таки мы можем так делать. То есть передача идет... То есть старые воспоминания уже не важны. Понял. И мы можем... Крутить дальше. Оказывается, все гораздо проще. Все оказалось гораздо проще. Так. И что такое? Тан. Тан. И... Динь. Вот и все, с чем мы можем работать. Готов запустить? Ты меня знаешь. Всегда готов. На последнее это звено. Оно не готово. Так. Посмотрим. Посмотрим, какие сувениры он привез с луны. Дамы вперед. Не в этот раз, дорогая. Ага. Ага. И что? Мы должны в самое... Почему именно это звено? Хм. Похоже, тут ничего не изменилось. Давай посмотрим в другом месте. То есть мы сейчас будем... Проверять, да? И нужно нажимать на Джона. Хорошо. Здесь смотрим. Слишком рано. Промотаем время вперед и посмотрим на результат. Идем в этот промежуток времени. Слушайте, мы прям по таймлайнам прыгаем, как Санс. Блин. И здесь ничего. Как правило, хоть что-то меняется. Что-то не так. Эти воспоминания не просто похожи. Они в точности совпадают. Но это невозможно. Мы же транслировали желание, так? Так. Что-то опять не то. И здесь все так же. Но тогда этого не может быть. Каким образом все осталось таким же? Нам нужно подтверждение. Нам нужно последнее доступное воспоминание. Ну так мы не все воспоминания же открыли. Это же и так понятно. Ничем не отличается от его последних реальных воспоминаний. Я уже не питаю иллюзий насчет того, к чему все это ведет. Но значит что-то здесь изменится. А случайно... К маяку не... Не стоит ли к маяку сходить? Джонни? Какой приятный сюрприз. Не часто у нас гости бывают. Дежавю опять. Я доктор Ева Розалина. Это... Что? Я не буду второй раз это говорить. Доктор Нил Уоттс. Вам знакомо агентство регенерации жизни Зигмунд? А, так вы из агентства. Какое совпадение? Я как раз думал позвонить вам. Лили, принеси нам, пожалуйста, чаю. Лили? Вот так вот. Его тоже поставь на паузу. Ну и? Жди здесь. Я попробую транслировать желание еще раз. Скажи, если что-то изменится. Настраиваем, как старый телевизор прям. Трансляция была успешной, сто процентов. Что изменилось? Абсолютно ничего. Как так? Даже если желание не сработает само по себе, как может вообще ничего не измениться? Может... Может нужен какой-то стимул для его активации? Из ранних детских воспоминаний? Самых ранних, до которых только можно добраться. Пойдем. Так это логично. Нужно было это делать. Мы же не все открыли. Это слишком логично. Даже для моей логичной логики. Желанию Джонни о полете на Луну необходима стимуляция. Так. Ну ладно. Ага. Смотрите-ка. Она изменила через программу... Что за это не тот фильм, который должны были показывать? Фильм про Луну. О, ну и ладно. Ты не против, Ривер? Нет. Мне нравится. Хорошо. Тогда пойдем. Хитро придумано, доктор Розалин. Надеюсь, этого достаточно для стимуляции желания. Так, где Нил? А где Нил? Ты смотрел на Луну? Понравилось? Ну, по-моему, слишком претенциозно. Я люблю, чтобы фильмы были более... Ну, даже не знаю. Нил! Надо зайти в сам кинотеатр. Посмотреть, что там вообще происходит. На Луну, любимая! О, Генри! Господи, я определенно слишком уставший и голодный, чтобы создавать фильмы. Думаю, стоит посмотреть, изменилось ли что-нибудь у Джона. Прости, что оставил тебя здесь, приятель. Ничего не меняется. Попробую запустить его где-нибудь еще. Это просто куром на смех. Лили? Это уже бред какой-то. Начинается. Может, здесь что-нибудь сработает? У меня нет на нее времени. Пацаны, вы что тут делаете? Уже начинается. Пошли, займем нормальные места. На Луну, да? Стоп. Не помню, что бы такое было. Что-то изменилось. Они пошли на фильм. Хорошо. Эй, не толкайся. Вот что происходит, только я не пойму. Нет, это не на фильм они пошли. Секундочку. Это не изменение. Это... Послушайте меня, пожалуйста. Да ладно, серьезно? Как вы знаете, я являюсь официальным представителем нашего славного НАСУ. И я здесь, чтобы рассказать вам о нем. Нил сошел с ума. Давай, Тимми! Вау, это было ужасно. Но я отвлекся. В общем, я знаю... Посмотрите на Розалин. Она просто не понимает, что происходит. В общем, я знаю, что многие из вас задаются вопросом. Какие у меня шансы совершить что-то настолько же крутое, как путешествие к другим мирам? Вдохнуть сладкий воздух Венеры и переплыть через кольца Сатурна. Или, быть может, прогуляться по обратной стороне Луны. Здесь, в нас, а мы верим, что, имея желание, появится и возможность. Может быть, ты. Или ты. Или, быть может... Сейчас к Джону подойдет, да? Ты! Да! Но я не хочу на Луну. Но тебе пове... Стоп, почему? Почему не хочешь? А должен? Ну, вообще, да. Мне и на Земле хорошо. Ну, что? Совсем не хочешь? Нет, а что? Совсем-совсем? Нет. Что ж, как официальный представитель НАСА, я расскажу вам некоторые факты о Луне. Начнем с того, что на Луне, что Луне уже 4,5 миллиарда лет. Много часов спустя. А знаете ли вы, что по площади поверхности она превосходит Африку? И это правда. На самом деле, если попытаться объехать Луну на велосипеде... Кстати, лучу света требуется 1,5247 тысячные, десятитысячные секунды. Не люблю математику, чтобы добраться отсюда до Луны. Если ехать туда на машине, дорога займет 130 дней. Я знал это. Ну и, наконец, люди, слетавшие на Луну, становятся богатыми и знаменитыми. Вот с этого нужно было начинать, Нил. А у богатых и знаменитых всегда толпы фанатов. Вот и все, что я хотел вам рассказать. Помните, двери НАСА открыты для всех. Особенно для брюнетов. Потому что Нил брюнет. Конечно. А, нет, потому что Джон брюнет. Хорош. Ну, как тебе? В НАСА тебя бы не взяли. Думаю, это было слишком вульгарно. Я так старался. Хочешь посмотреть, сработало или нет? Конечно. Сейчас вернусь. Вернулся. Докладывай. Полный швах. 1-1. Эй, не унывай. Уверен, еще можно что-то предпринять. Например. Ну-у-у-у. Мы не в состоянии достроить дом Изабель. Мы едва можем оплатить. Но вы можете принять участие в розыгрыше путешествия на Луно. Если продадите дом, у вас получится. Диагноз точный. Сейчас Нил ворвется. Да, вообще-то редко кто-то... А вы знали, что в НАСА дают отличную медицинскую страховку? Это правда для вас и для вашей супруги. А в космосе бесплатно катают на пони. О, смотрите-ка, свадьба, рада за вас. А вот вам загадка. Угадайте, куда вам стоит отправиться на медовый месяц? Типа на Луну, что ли? Да. И смешно вроде, и грустно. То есть, ну непонятно. Ривер. Что? Стекло падаю. Джонни... Джон? Какого огурца? Магия. Знаешь, это бесполезно. Не просто бесполезно, это абсурдно. Мы же... Мы же гребаные профи. Я не подписывалась на то, чтобы бегать за ним и орать, как полоумная. Точно? Слушай, может это все от недосыпа. Если бы я знал, что у нас тут будет все... Всенощное бдение, то взял бы кофе. Согласна. Видел бы ты фильм, который я тут сотворила. Фильм? Именно. В общем, времени у нас мало, а такими методами мы ничего не добьемся. Давай отдохнем до утра. К счастью, Джонни пока держится. Мне нужно сделать пару звонков. А, все, выходим, да? В реальный мир. Ничего не понимаю. Почему машина не дала никакого эффекта? Запрошенное желание Джонни отправиться на Луну было успешно передано, и все равно. Не возникло и следа того, что он захотел полететь на Луну. Если только... Если только в процессе не было изменено вторичные условия для возникновения такого желания. Только в этом случае одно и то же желание в разные моменты времени привело бы к разным результатам. Я уже запутался сам. Без сомнения, Ривер играла большую роль во всей его жизни. Если что и могло изменить основное желание Джонни, то она – первый подозреваемый. Но среди тысячи возможностей, что именно было причиной? Ривер? Что же ты сделала? О, солнце встает. У нас мало времени. Может быть, Нил что-то придумал? Отличное место, чтобы завершить серию и потом начать новую. Дорогие друзья, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok